Жизнь это самое главное. И что бы ни происходило, что бы ни случалось, чего бы ни было в этой жизни, этому нужно улыбаться, то есть встречать с открытым состоянием, с открытым сердцем. А у нас сегодня происходит здесь фотосессия. Девочки, которые участвуют в программе «Я улыбаюсь жизни». Мы фотографируемся, встречаемся, общаемся. Редактор субтитров А.Семкин Я чувствую какое-то причастие, мне интересно, много новых людей, новые знакомства, комфортно и какое-то освобождение, что ли. То есть мне такое ощущение, как будто больше пространства стало, как будто дышать легче. Я отношусь к профессиональной фотосессии, мне очень здесь нравится. Какая теплая атмосфера, каждый фотограф имеет свои изюминки, ставит, дает командой, как повернуться. Говорит, все как здорово. Я не знаю, как это здорово, потому что я не вижу эти кадры. Но такое состояние, после каждой похвалы хочется еще раз повернуться, улыбнуться. Кому-то легче работать, когда говоришь конкретные действия, сядь туда, поверни голову сюда. А за кем-то, наоборот, нужно пойти и по волнам делать человек то, что делает. И тогда она, естественно, лучше вообще ничего не говорить, не управлять, а просто фиксировать фазы движения, эмоции. И тогда она будет настоящая. Вообще я по жизни уже перестала давно фотографироваться, потому что мне мои фотографии не нравятся в силу моих возрастных изменений, которые они отображают. Но это интересно. Но опять же добавлю, я не могу от этого отказаться. Трудно было сегодня утром встать, даже было такое сомнение, был вопрос, зачем мне это нужно. Но сейчас, оказавшись здесь, я безумно рада. Я очень люблю получать положительные эмоции от людей. Мне нравится видеть их улыбки и светящиеся глаза. И плюс ко всему, давно очень желала участвовать в какой-то благотворительности. Но не знала, куда пойти. Поэтому, когда познакомилась с Инессой и услышала об идее этого проекта, я сразу отозвалась. И каждый год я с удовольствием в этом участвую и буду дальше. Это всегда спонтанно, это всегда экспромт. Я вижу человека, и здесь и сейчас я, как-то глядя на него, создаю для нее конкретный индивидуальный образ. Когда человек подходит к зеркалу и говорит, я никогда такая не была красивая, это, наверное, самое ценное. Когда человек по-настоящему тотально начинает принимать свою жизнь, какая бы она ни была, со всеми ее капельницами, со всеми переживаниями, с лысой головой, с выпавшими ресницами, ты продолжаешь как-то удивительно улыбаться ей. И с постановкой диагноза все-таки жизнь не заканчивается, нужно бороться, надо лечиться. И когда у тебя будет пример людей, которые с таким же диагнозом пролечились, выжили, живут нормальной, обычной жизнью, то это будет стимулом лечиться и не опускать руки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осуществилась моя мечта. Мечты должны сбываться, особенно детские, потому что взрослые уже взрослые мечты, это уже более же цели, которые нужно идти и добиваться. Я познакомилась с замечательными людьми в этом проекте, побыла фотомоделью. Это табуированная тема, и люди об этом боятся или не могут говорить. Из-за этого происходит еще больше осложнений, такого утяжеления, душевного утяжеления, когда человек остается тем же самым человеком, но у него есть какая-то ситуация, которую он не может открыть, не может протранслировать, и ему становится вдвойне сложнее. Когда он позволяет это сделать, когда он начинает доверять миру, что мир не набросится на него, что ты же болен, у тебя же там рак, а мир наоборот скажет, я с тобой, люди скажут, я с тобой. Вот нужно показать это. Не все готовы, но есть процент тех, кому это безразлично. И мы капаем в их душу, мы очищаем ее, мы даем им то, что они хотят увидеть, то, что жизнь продолжается, то, что есть выход, то, что ты не одинок, вокруг тебя люди, это для них. Есть еще часть категории, кто случайно, возможно, включил экран. И вот я на самом деле тоже часто просто листаю, листаю, и в какой-то момент я замираю, и понимаю, что сейчас говорят для меня. Музыка 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 и получает радость и наслаждение. Невозможно жить в каком-то придуманном мире, потому что он такой, какой он есть, со всеми радостями, со всеми горестями, со здоровьем и с болезнями даже. И самое главное – послание про то, чтобы не замыкаться. Потому что я встречала очень много. Это большое количество людей, которые в эти моменты закрываются. У них жизнь схлапывается, и только получается больница, и человек в белом халате. И как будто все, уже больше ничего не существует. За этим идет множество переживаний, за этим идут большие утраты. Человек не осознает, как ему дальше жить, как ему с этим взаимодействовать. Как будто нет выхода, как будто даже нечем дышать. И через этот проект мы говорим, что жизнь есть, что есть интересы, что есть какие-то новые другие шаги, что можно посмотреть по сторонам, знать о том, что есть рядом люди, кому нужна помощь, и кому можно дать эту помощь. Это такой взаимообмен, энергетический взаимообмен. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Мы все ходим под Богом. Я думаю, что, может быть, кому-нибудь это когда-нибудь тоже поможет. Но из нас, участвующих в проекте, никто не мог предугадать, что вот так вот накроют, что такие испытания будут. Потому что испытания будут по здоровью, испытания в отношениях с близкими, с мужьями. Ну, полностью испытания отношения с миром. Я думаю, что все равно этот проект тут очень важен и нужен для помощи другим людям. Субтитры создавал DimaTorzok Завтра я поеду снова лечиться. Буду в диспансере среди людей, которые находятся на лечении. А здесь просто совсем другая жизнь. Красивые, с макияжем люди, в красивой одежде. Вот когда мне стали писать и даже консультироваться, я поняла, что это правильный... Я все делаю правильно. То, что я не скрываю свою болезнь, что я говорю об этом, что я открыта миру, и люди прислушиваются и даже советуются теперь со мной. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Это Оксана сделала, да, она делала для вчерашнего съезда победителей. Но я как бы решила ее... Никогда не надевала эту ленту, и розовую вообще, именно потому, что я не хотела признавать факт произошедшего. Сегодня это первый раз, и в общем, я понимаю, что комфортно. Какие вы молодцы! Давайте тогда отправляться в сказку. Субтитры создал DimaTorzok 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 есть два пункта первый пункт это для того чтобы те кто столкнуться с такой же проблемой могли видеть и понимать что после этого люди живут нормально живут веселые занимаются обычной жизнью спортом и еще чтобы они обязательно поняли что те процессы которые с ними происходят боль страх какой-то даже наверное там внутреннее унижение что тоже через это все прошли это все потом просто проходит и ты живешь это первый пункт а второй пункт это нужно было для меня меня было такое ощущение вот знаешь как кашель который не отходит вроде бы ты его вылечила там чего-то немножко есть и никак и вот здесь вот вроде бы столько занималась со всем этим там моя семья психолог уже даже психотерапевт но все равно какое-то было такое ощущение как будто там что-то силы не выходит у меня было такое даже понимание интуитивно что если я сейчас вот эту историю расскажу то я освобожусь от этого и любой человек в процессе лечения он сильно меняется то есть это и гормона терапия химиотерапия это люди поправляются плюс есть калечащие операции люди начинают терять части своего тела то есть меняется очень много меняется такая идентичность видение самого себя и снова сказать про то что даже если это произошло посмотри как ты прекрасен посмотри как ты улыбаешься как вот вокруг тебя все равно все это происходит вот это был больше но самый главный посыл чтобы люди избавились от страха потому что очень многих людей есть предубеждение что рак это страшно ну по всей видимости у людей есть опыт болезни своих знакомых родственников и и в первую очередь люди боятся о том что сами могут оказаться в этой ситуации а когда ты видишь таких людей да то есть естественно ты как бы на ситуацию на себя принимаешь ну и я считаю что из любой проблемы можно с достоинством выйти решить все свои сложности какие-то там перипетии в жизни и в конце концов все проходит все меняется жизнь идет дальше и не стоит унывать а а Летать, где же ты крылья ставил и карт, мечтать, биться стекла, не чувствуя жар, летать, невысоко, падаю вниз, видишь земля, не спать, Больше нельзя, рано вставать. Предоставилась возможность, а когда человеку предоставляются интересные возможности в жизни, их ни в коем случае нельзя упускать. Но это интересно, это новый опыт, это новые люди, новые знакомства, это жутко обогащает. Они нормальные люди, они очень позитивные все, с положительными эмоциями, какая-то энергетика хорошая. То есть нет такого, что человек плохо тебе от человека, наоборот, очень хорошо такое деление энергиями происходит и очень приятные ощущения. Девочкам, кроме того, что нужно быть сильными, нужно быть еще и слабыми, красивыми. То есть это разные немножко полярности, и им нужно это прочувствовать и понять, что кроме силы у них еще есть и другая сторона женственности, красоты, какой-то вот такой нежности. Я получаю что-то больше, чем деньги, потому что деньги сходил в магазин и забыл. А тут ты являешься частью чего-то большего, частью процесса, частью даже явления. И это, безусловно, приятно. И на самом опыте творческие фотосъемки, они получаются ярче, они получаются как-то душевнее, атмосфернее, нежели чем когда мы просто решили, сговорились, поменяли мое время, мое умение на цены металла. Короче, я прониклась в вашем проекту настолько, что проследилась. Извините, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.